Большая голубая дыра в Белизе – одна из самых крупных и известных морских дыр в мире. Морская дыра – это заполненная водой обболившаяся пещера, которая оказалась ниже уровня моря. Большинство из них возникло около 10 тысяч лет назад, в конце ледникового периода. Попасть в большую голубую дыру несложно, но чем глубже вы будете погружаться, тем тяжелее вам придется. Спуск на самое дно требует исключительных навыков дайвинга. Поэтому внутрь морской дыры пускают только опытных нырящиков. К сожалению, ученые уверены, что большая голубая дыра в какой-то момент исчезнет. Каждый день в нее обрушиваются водопады песка. Этот песок постепенно заполняет углубление, и процесс будет продолжаться до тех пор, пока дыра не заполнится полностью. В 2012 году это место заняло первое место в списке 10 самых удивительных мест на Земле. Вы решаете не терять время и отправляетесь в путешествие, чтобы поскорее исследовать самое дно таинственной большой голубой дыры. Вы путешествуете на лодке. Пункт назначения находится недалеко от побережья Белиза. В какой-то момент вы замечаете атол. Он называется Lighthouse Reef и окружает большой бассейн с темной синей водой. Это означает, что вы на месте. Большая голубая дыра достигает около 300 метров в диаметре и более 120 метров в глубину. Люди могут спокойно выдерживать давление от 3 до 4 атмосфер, не испытывая никаких проблем со здоровьем. Это означает, что мы можем погрузиться на глубину около 40 метров и чувствовать себя нормально. Но большая голубая дыра намного глубже. Вот почему вам нужно подготовиться. Специальный громоздкий скафандр защитит от всего, с чем можно столкнуться во время спуска. С ним можно погружаться до 610 метров. Большая голубая дыра не настолько глубокая, но мало ли что. При погружении вы замечаете, что кристально чистая вода, которая казалась темной, начинает становиться прозрачной. Да, теперь кажется, что у большой дыры просто нет дна. Медленно погружаясь под тяжестью своего скафандра, вы видите всевозможных морских обитателей. Вот гигантский группер. А там что, знаменитая акула-молот? Ух ты! Да, в этом месте обитает множество различных видов акул. Среди них большие карибские рифовые акулы, ржавые акулы-няньки, умные и опасные бычьи акулы. Вы замечаете даже любопытных черноперых акул. К счастью, они заняты своими делами. А еще тут можно встретить больших черепах и увидеть гигантские кораллы. На глубине 20 и 50 метров виднеются уступы. Еще один выступ должен быть на 90 метрах, но не будем спешить. Выступы подтверждают, что большая дыра – это древнее, известняковое образование, появившееся на суше. Его затопило, когда поднялся уровень моря. Чем глубже вы погружаетесь, тем темнее становится. На глубине 15 метров вы замечаете, что вода будто мерцает. Это невидимая линия, отделяющая соленую верхушку воронки от пресноводной бездны. А на глубине 90 метров можно увидеть белый слой карбоната кальция. Когда-то там находился колоссальный коралловый риф. Он рос в неглубоких, в то время, водах Карибского моря. Чуть глубже вы видите нечто странное, но не подозреваете, насколько опасно это явление. Это слой сероводорода, который простирается по всей воронке, как толстое плавающее одеяло. Вода вокруг вас стала очень темной, и теперь почти ничего не видно. И что хуже всего, здесь нет ни капли кислорода. На поверхности сероводород представляет собой бесцветный газ, который пахнет тухлыми яйцами. Он легко воспламеняющийся, каразийный и токсичный. Через этот слой не может проникнуть кислород. К счастью, у вас в костюме есть запасы для дыхания. Здесь можно увидеть сотни и тысячи пустых раковин. И это выглядит пугающе. Ничего не подозревающие существа оказались слишком близко к краю большой глупой дыры. В какой-то момент они потеряли опору и упали в пропасть. Выбраться они не смогли. Стены здесь слишком крутые. Вы даже видите крошечные следы, ведущие вверх, а затем следы скольжения. У бедняк не было шансов выжить без кислорода. Пожалуй, лучше не задерживаться возле поля пустых раковин. Вы погружаетесь дальше. Вскоре видите песчаную насыпь. По бокам отверстия проходит заостренная линия гребня. Вы почти достигли 100 метров, а глубина всей воронки составляет 122 метра. Этот гребень образовался в тех местах, где песок попадает в голубую дыру. Далее виднеется траншея. Она тянется практически по всей длине воронки. Но в одном из углов ямы уже полно песка, который достигает уровня уступа. Нужно нырнуть в траншею и продолжить спуск. Вы, наконец, достигаете глубины 120 метров. И здесь можно увидеть нечто интересное. Маленькие сталактиты. Они подтверждают происхождение дыры. Сталактиты могут образовываться только когда по скале стекает вода. А это значит, что когда-то большая голубая дыра была большой сухой пещерой, в которой жили разные существа. Ученые проанализировали сталактиты и определили, что они сформировались в разное время. 153 тысячи, 66 тысяч, 60 тысяч и 15 тысяч лет назад. Вам бросается в глаза, что некоторые сталактиты наклонены в сторону. Это значит, что дело не только в повышении уровня моря, но и в сдвиге суши. Наконец-то! Вы касаетесь дна большой голубой дыры. Ноги скользят, и вы теряете равновесие. А все потому, что морское дно покрыто толстым слоем ила. Это следы ураганов и бурь прошлого, за которыми следователи длительные периоды засух. Итак, то, что вы искали, находится прямо перед вами. Целая череда пещер, заполненных гигантскими сталактитами, едва виднеется в мутных водах у дна дыры. Эти пещеры возникли сотни тысяч лет назад. Они были высечены в твердой скале водой. Эта вода также создала огромные колонны сталактитов и сталагнитов. Со временем большинство пещер обрушилось, образовав пропасть глубиной 122 метра. И в конце концов, эту пропасть заполнило теплое Карибское море. Оно разрушило известняк и уничтожило пещеры. Но некоторые из них все еще существуют. Можно вывести приключения на следующий уровень и попробовать заплыть в одну из пещер. Внутри темно и не видно признаков жизни. Вокруг только величественные сталактиты и сталагмиты. И тут вас посещает мысль. А что если в одну из этих пещер есть вход в еще более глубокую воронку? Пока нет научных свидетельств, что такой проход может существовать. Но вдруг? Давайте представим, что вы ныряете в это узкое отверстие. На глубине 200 метров разглядеть что-либо уже невозможно. Это начало сумеречной зоны. Это глубина, на которую проникает очень мало солнечного света. Чем глубже, тем темнее становится. На 900 метрах вас бы ждала абсолютная тьма. К счастью, вы не настолько глубоко, и на водолазном костюме есть фонарик. Вокруг тихо и жутко. Вы смотрите по сторонам и пугаетесь не на шутку. Рядом находится существо, похожее на кальмара. Вот только оно огромное. Его глаза размером с футбольные мячи. Это гигантский кальмар, и он скорее похож на персонажа фильмов ужасов, чем на реального морского обитателя. Вы стремитесь отплыть от него подальше и чуть не сталкиваетесь с не менее жутким созданием. У него большие бочкообразные глаза и невероятная прозрачная голова. Это рыба под названием малороте, макропина или бочкоглаз. А еще тут можно встретить очень редкую и причудливую рыбу-каплю. Она выглядит как сдувшийся и обвисший шар. У рыбы-капли нет ни скелета, ни мышц. Желеобразная плоть позволяет ей выдерживать просто ужасающее давление воды. Обычно эта рыба тихо лежит на дне, ожидая, когда мимо поплывет будущий обед. И вы гоните от себя эти фантазии и решаете, что сегодня видели достаточно. Изучение пещеры лучше оставить профессионалам. Пора вернуться на поверхность, к солнцу и свежему воздуху.